Всем привет! Меня зовут Паша Карачевский и это мое очередное видео, которое называется С чего начинается импровизация? Сегодня я расскажу вам, как заниматься импровизацией с нуля на примере гармонической последовательности Re minor sept, sol sept, do major В народе ее называют 2-5-1 Что для этого нам нужно знать? Нам нужно выяснить, из чего состоят эти аккорды Значит, ре минор у нас состоит из нот ре, фа, ля, до Например, как это звучит? Аккорд соль sept состоит из нот соль, си, ре, фа И последний аккорд состоит, до major состоит из нот до, ми, соль, си Вот как они звучат Значит, мы выяснили, из каких нот состоят эти аккорды Теперь нам нужно понять, четко выяснить, где находятся терция и септима в этих аккордах В аккорде второй ступени, ре минор sept, терция будет фа, септима будет до В аккорде пятой ступени, соль sept, терция будет си, септима будет фа И в аккорде первой ступени, тонический аккорд до major, терция будет ми, септима будет си Перейдем к самому упражнению Упражнение заключается в том, чтобы научиться связывать эти аккорды посредством терции и септимы Как нужно играть это упражнение? Вариант номер один Значит, берем минусовку, включаем ее не в быстром темпе И играем только терцию и септиму этих аккордов Играем целыми нотами Вот как это звучит Играем целыми нотами Играем целыми нотами Как эти ноты переходят из аккорда в аккорд Потому что вы со временем начинаете понимать, какие ноты общие у этих аккордов Все это ложится вам на слух Ваш мозг запоминает звучание и так далее Вариант номер два Второй вариант упражнения мы играем половинными нотами Также соединяем терцию и септиму в этих аккордах Только терцию и септиму Слушаем, как это звучит Запоминаем Играем целыми нотами Третий вариант упражнения Третий вариант упражнения То есть соединяем аккорды с друг с другом Посредством только аккордовых нот Как будто мы играем простую басовую линию Играем целыми нотами Четвертый вариант упражнения В этой части упражнения вы импровизируете Только соблюдая одно правило Играть аккордовые звуки То есть вы можете делать любые паузы Играть любой ритм Но при этом всегда оставаться с аккордовыми нотами Плавно их соединять между собой Аккорды соединять между собой Следить за голосоведением И понимать, какую ноту вы в данный момент играете Все это делать нужно в небыстром темпе Поэтому у вас будет время подумать Какую играете вы ноту И какую сыграть вам следующую То есть вы постепенно учите себя играть наперед То есть думать наперед Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Безусловно это упражнение не одного дня Если вы только начали свой путь освоения импровизации Это конечно займет какое-то время Потому что вы должны будете отработать эту последовательность во всех тональностях Соблюдая правила этого упражнения И пройдя путь через все тональности Вы обязательно научитесь грамотно связывать аккорды И красиво их обыгрывать Ребят, на этом все Спасибо за просмотр Если вам понравилось видео ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал Будем продолжать заниматься вместе Пока-пока